Съемочная группа Life News стала свидетелем исторического события. Вы видите за нашей спиной ополченцы Донецкой Народной Республики, а также Луганской Народной Республики. А это северная окраина города Дебальцево. Они проводят совместную впервые за всю историю борьбы за освобождение Новороссии и Донбасса операцию по зачистке города именно вот уже двумя армиями. И мало того, еще один нюанс, который придает пикантности этой ситуации. Александр Захаршенко, глава Донецкой Народной Республики, лично принимает участие в этой зачистке. Лично руководит операцией здесь, на месте, в Дебальцево. Напомню вот такой тоже момент. Накануне президент Украины Порошенко заявлял, по крайней мере об этом говорили украинские СМИ, что отправят специально обученных офицеров в Дебальцево, которые докажут на видеосъемки, на фотосъемки и с помощью других. Не увидели, однако увидели здесь Александра Захаршенко, который в эксклюзивном интервью Live News рассказал, что побудило его прийти на подмогу Луганской Народной Республике, какими силами и что вообще все это означает в контексте заключенных договоренностей о перемирии. Мы, во-первых, совместно с армией Луганской Народной Республики освобождаем, и не только от Дебальцево, мы освобождаем четвертый населенный пункт на территории Луганской Народной Республики. Во-вторых, в Минске не признали, что есть на самом деле котел. Мы находимся в Дебальцево, вот поворотом Нового Гридовка, вся дорога со стороны этого перекрыта полностью нами. Бои идут уже в самом центре Дебальцево. Вы видели сегодня военнопленных, они сдаются. В принципе, ну, понимаете, это уже такая хорошая традиция. Мы появляемся в Улегорске, через три дня Улегорск полностью защищен. Ну, я уже появился в Дебальцево. На протяжении всего дня украинская армия активно обстреливала Дебальцево, те районы, которые находятся под контролем ополчения, а также в которых находятся их собственные солдаты. Но, впрочем, как отмечают командиры армии ДНР, для артиллеристов Украины это, скорее, не исключение, а правило. Такие ситуации случаются регулярно. Что касается вот еще оперативной обстановки, приблизительно за час зачистки взяты были в плен девять украинских военных. Ну, взято не совсем правильное слово, потому что, как они сами признались в беседе, в эксклюзивной беседе с нами, в интервью Life News, в плен они сдались добровольно о том, что существует Дебальцевский котел, о том, в каком формате нужно соблюдать перемирие. Они признались нам, руководство, армейское руководство, а также политическое руководство их не информировало. Насчет перемирия не знаю. Я лично не слышал, что оно наступило. Я сопровождал колонну на БТР. Мой БТР подбили. На нем ехать мы дальше не могли. Начали передвигаться пешком. Ну и так вышло, что сдались в плен. Добровольно. Тяжелые ранения. Им была оказана немедленная медицинская помощь ополченцами. Подтверждение этому увидите на своих телеэкранах. Также с пленами пообщался глава ДНР Александр Захарченко. И тем, кто сдался в плен добровольно, он обещал жизнь. Семен Пегов, Александр Мельников, Александр Левин. Life News. Дебальцево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова